Чтобы слух пошел, чтобы на третьей строчке. Ну давайте тогда, пожалуйста, не будем наступать 20 минут с вопросами, но, конечно, теперь мы можем быть немножко более благословными доплачивать. Здравствуйте, меня зовут Антипина Марина, я представляю проект от двух человек. И тема нашего проекта – это технологии использования магнитных эффектов стабильных изотопов. В нефтегазовом производстве. Вообще, наши исследования начались с построения таблицы Менделеева в виде графика. По данным профессора Геттинского университета Хейфса, до 20-го атомного номера количество протонов и нейтронов в ядре атома постоянно. Но наши исследования показали, что это не так. Что стабильные изотопы, обладающие угловым магнитным моментом, имеет массу атома меньшую, чем стабильные изотопы без углового магнитного момента. Что мы можем наглядно увидеть? Что первая прямая, я ее в дальнейшем буду называть линией жизни, находится выше второй прямой. И мы считаем, что это связано с теоретическим уменьшением атомной массы в легких элементах с угловым магнитным моментом. И мы считаем, что они являются жизнеобразующими. Именно из-за того, что масса их меньше, они или их различные комбинации формируют жизнь. То есть притяжение к ядру, раз масса меньше, тоже ослабевает и электрону легче перепрыгнуть с орбиты С на орбиту П. И он затрачивает меньшее количество энергии. А у нас все в природе стремится именно к тому, чтобы затрачивать меньшее количество энергии. И дальше перейдем к нефтегазовому производству. Наш нефтегаз состоит из стабильных изотопов, которые обладают угловым магнитным моментом. Угловым магнитным моментом. И перейдем к первому. Вот здесь представлен перечень технологий. Рассчитана годовая эффективность, научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские работы, производство и всего. И первая технология связана с разработкой технологии оценки степени зрелости органического вещества. Рассмотрим. То есть по молекулярному составу выделяют только 15 типов органического вещества. И в связи с этим мы построили график. Это термобарический коэффициент, то есть это температура и давление, которые берут с каждой скважины. И условная величина энергетического потенциала органического вещества, то есть который мы берем образец в керне и измеряем на ЭПР, энергетический потенциал, а затем соотносим. И в зависимости от этого мы можем определить фазовое состояние залежей, что представлено на слайде. И следующее я немножко расскажу технологию. Вообще у нас сейчас, вот у нас есть месторождение с нефтью и газом, и оно находится под давлением масс пород. Когда мы бурим скважину, то у нас нефть естественным образом начинает фонтанировать. Но в процессе эксплуатации скважины у нас давление падает. И чтобы его поддержать, мы закачиваем воду. И при существующих технологиях коэффициент нефтеизвлечения всего 23-30%. И при этом наши залежи с нефтью и газом очень обводнены. Мы же предлагаем альтернативу. Мы хотим создать на месторождении магнитное поле, которое приведет, при взаимодействии внутримолекулярных полей, с внешним магнитным полем, к разрыву углеводородных цепочек и образованию свободного углеводородного радикала, так называемого крекинга. Крекинг — это из большой молекул делается маленькая молекула. То есть количество молекул будет расти, следовательно, объем вырастет, и следовательно, наше давление повысится естественным путем. С этим связана наша разработка. Еще вот много очень к нам возникает вопросов по поводу именно этой технологии. Но мы за основу берем баженовское. У нас есть баженовское месторождение. Там сосредоточено наибольшее количество органического вещества. И наша залежь окружена глиной. А какие свойства обладает глина? Она не выпускает нашу нефть и газ за пределы. То есть миграция нефти исключена. И там аномально высокое давление. Мы объясняем это аномально высокое давление тем, что у нас сама природа создает магнитное поле в пласте. То есть породы уплотняются, глинистые частицы сдвигаются, фобные-фобные, возникает статический заряд, возникает магнитное поле. И это приводит к крекингу в пластовых условиях. Следующая технология. Я долго не буду останавливаться. Это также переработка углеводородного сырья на магнитных эффектов. И вот так как я и мой коллега геологи, мы занимаемся крекингом нефти. И сейчас я немножко расскажу про рак. Вот синтез — это из маленькой молекулы делается большая молекула. И она связана со всем живым. А раз мы занимаемся крекингом, из большой молекулы делается маленькая молекула, крекинг относится ко всему мертвому. Вот я вам рассказала про крекинг нефти, а мы связываем то, что у нас растет опухоль раковая, тоже с крекингом. То есть количество молекул растет, и раковая опухоль тем самым увеличивается в размерах. Вот приведенные исследования на ЭПРе. Первый — это рак печени человека, а второй график — это рак легких человека. Эти исследования показывают, что в молекулах раковых клеток содержатся стабильные радикалы, которые обладают угловым магнитным моментом. Их можно фиксировать. Вот мы видим переход с 3330 гауссов до 3350. Вот этот переход именно говорит о наличии раковых клеток. Мы сейчас на данном этапе не можем, например, придумать какие-то технологии, которые нам помогут излечить. Но сохранить жизнь мы можем тем, что мы определим рак на ранних стадиях. И благодаря ЭПРу мы это можем сделать. И именно на молекулярном уровне определить. Ну, на этом все. Я закончил. Спасибо. Спасибо. Еще один подарок поиск банкетам. Сокращаем время. Так, вопросы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что хотите провести крекинг под действием магнитного поля, в результате чего увеличится количество молекул, увеличится объем и повысится давление. Но ведь при увеличении количества молекул объем увеличивается только для газов, а нефть, она тем более под большим давлением представляет собой жидкость. Ну, я поняла ваш вопрос. Нет, я с вами не согласна, потому что были проведены у нас опыты. У нас пробирку с нефтью облучали потоком электронов. Это в Новосибирске эти опыты. И у нас пробирка взрывалась. Этим мы обуславливаем тем, что у нас увеличивается количество молекул, и объем растет для нефти. Ну, у вас это запальная была? Ну, скорее всего, да. А температура контролировалась? Нет, это были, ну, уже немножко давно сделаны опыты. И именно вот такие вот температуры, данные, их я сейчас не могу сказать, потому что они утеряны. А можно я отвечу на вопрос девушки, да, по поводу газов? Она правильно, потому что нефть-то содержит не только жидкость, она содержит и также дегазированные углеводородные цепочки, и поэтому вполне возможно расширение как раз объема. Если у нас там все-таки, мы говорим о нефти, тогда не нужно смешивать газовый и нефтяные. Хотя они сопутствующие. А, не сопутствующие, да. Это на всякий случай. А на всякий случай верните эту презентацию. Правда там? А, на так, там цена продукта. Да. Еще вопросы есть, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, при обычном крекинге, который происходит на нефтехимических производствах, необходима большая температура, катализатор соответствующий. То есть условия довольно жесткие надо, чтобы разорвать ЦЦ-связи. Подскажите, пожалуйста, как магнитное поле, какую энергию оно должно нести, чтобы разорвать ЦЦ-связи? И были ли какие-то холостые эксперименты, чтобы была, например, модельная молекула, которая обладает заданным количеством углеродных атомов, чтобы было показано, что при магнитном облучении, интересно какой частоты, фиксировалось образование соединений с более низкой молекулярной массой. Ну вот у нас рассчитано, что в размере одного Тесла нужно магнитное поле, чтобы разорвать связи. Это расчетное? Да, это расчетное. Меня это крайне удивляет, потому что сейчас спектрометры ИМР работают в полярху 10 раз больше, чем эти, и молекулы не разрываются. Молекулы остаются в той же первостанной. И я бы сказал здесь проще. Вот энергия КТ, тепловая энергия, намного порядка в тысячи, в десять тысяч раз больше, чем энергия межмолекулярных взаимодействий. А внутри молекулярные взаимодействия, наоборот, намного больше, чем вот эти вот энергии. Поэтому надеяться, что молекулу можно разрывать реально достижимыми магнитными полями, это просто невозможно. Я думаю, что у вас где-нибудь архитектическая ошибка в расчете. Что-то очень странно. Зачем вопросы? Можно такой вопрос? У вас был первый график по поводу числа протонов и нейтронов. Вот не очень понятно, по каким данным вы получили то, что отклонение от стационарного значения получается, то есть если магнитным моментом обладает, да. А мы просто брали таблицу Менделеева, атомный номер и атомную массу, и вот такие результаты получили. Честно, по таблице Менделеева. Мы, по-моему, сказали, что если есть магнитный момент, то масса меньше, да? Да. А С-12, С-12? С-12 не имеет магнитного момента? Да, они имеют. С-13 имеет. А тяжелее, значит? То же самое, да? Да, любой запах. Я немножко не то хотела. Нет, а вот здесь у вас написано С, а для нас вообще-то мало сказать С, надо сказать, какой изотоп. Я часто брала... С-13? Нет, против 12. Хорошо, а С-13 где-то не было. Это... Это по... Это я брала элементы. Тут я не брала именно изотопы, просто элементы. По сравнению с элементами до 20-го. Вы же говорите, есть магнитный момент или нет? Это зависит не от того, какой элемент, а какой изотоп. Я на первой версии как раз подчеркнул этот момент, что для магнитного резонанса ядерного резонанса, для нас недостаточно названия химического элемента. Нам надо знать еще в массовом числе, потому что один и тот же элемент может иметь... Магнитный изотоп может не иметь, а может иметь и то, и другое. И вот у вас это как-то... Да, да, я поняла. Почему-то, да? По таблице Менделеева там будут усредненные массы. Да, да, но я брала усредненные именно. Но я... Да, я хочу переделать именно на изотопы. Усредненные с весом, то есть распространение... Нет, и тогда С будет примерно 12, потому что С13 всего один процент. Да. Конечно, там это невловимо. Но на С13, скажем, ядерный магнитный резонанс невозможно наблюдать, а на С13 вот и даже в естественном содержании, что это сейчас. Вот космология цветочек. Вот это меня немножко удивило тоже, вот этот график, первое. А второе, вот молодой человек правильно поднял вопрос, что какое же надо магнитное поле для того, чтобы молекулы разорвать? Вот тысячи недороген, сейчас это сколько Тесла? Наверное, с Тесла можно сказать сразу. Тысячи недороген? Да, добротой. Это... 20 с чем-то, да? 20 Тесла. 20 Тесла. И сколько они разваливаются? А вы как-то надеетесь с помощью... А как такое поле вообще в скважину-то можно опустить? Можно были... А? На скважине уже были такие... проводились такие исследования у нас. Там подводили... ну вот, в котором был, подводили провод, создавали электрическое поле, и у нас резко увеличился дебет скважины. Так электрическое поле... Электрическое... Электр... Нет, мы же все, мы все свидетели... Магнитное поле. Нет, электрическое поле, мы грозу-то всегда видели, а магнитные грозы никогда. Это гораздо более слабые, на 2-3-4 порядка, и уменьшим взаимодействия. Нет, мы там создавали электромагнитное поле. Скважине. Электрическое поле, это значит, имеется положение с электрическое и магнитное компоненты, да? И каким образом она туда создавалась? Мы подводили так провод, потом... ну вот мой муж, коллега, расскажет, он у меня именно про разработки. Хорошо, мы его отрабатываем, послушаем. Да, пожалуйста. Вопрос по поводу того, что вы связываете крекинг еще опосредованно с развитием раковых опухолей. Я правильно понял, что ваш тезис, что вы сказали, что раковая клетка ее пучит, и я так понял, и как опухоли образуются. Это бесконтрольное деление клеток, а ваши позиции ее разрывают газами, или что я не очень понял? Ну, можете еще раз, как бы, объяснить про связь развития рака и вот ваши концепции крекинга в электромагнитных полях? И еще вопрос по поводу ЭПР. Это, как это, с чем-то согласуется такое вот, это диагностика раковых клеток по таким данным ЭПР? Спасибо. Я говорю тем, что мы считаем то, что раковая опухоль растет, вследствие того, что наши молекулы, то есть из маленькой молекулы делается, большая, из большой молекулы делается маленькая молекула. Потом, и, ну, это наш, мы так. Нет, понимаете, вот это рискованная позиция, вот мы так считаем, что все, да, все-таки надо учитывать то, что людьми и... По сторонам делается вообще. Раковая опухоль возникает, когда производится очень много лишних белковых молекул, больших. Это, по-моему, установлено, нет? Нет? У меня было впечатление, что это так. Нет? Нет, 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 нет. Раковая опухоль образуется, появляются раковые клетки, когда нарушается правильная кодировка ДНК. То есть появляются, активируются те гены, которые в норме блокированы и которые отвечают за бесконтрольное деление. И происходит так, что вот этот ген заставляет клетку делиться, 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 и она не становится нормальной. То есть появляется много-много-много-много-много клеток, которые недоросли, неправильно развиваются. Вот, то есть сложно понять, с какой молекулой, если с молекулой ДНК это связано как-то. То есть вот это вот. Но при этом производится избыточное количество белка, правильно? Ну, аномального белка, да. То есть в силу того, что как бы клетка... И маленьких молекул, я об этом сейчас вот смотрю, абсолютно... Ну, белки-то тоже, белки тоже, в принципе, они маленькие, большие. То есть тут вопрос не в том, маленький он или большой. Он неправильный белок. То есть... Ну, много, да. А в силу того, что клеток много и белков много, то есть если с этой позиции смотреть, то да. С позиции можно считать, что клетки недоразвитые, значит, они маленькие, меньше. Да, все правильно, да-да-да. Их много становится. И вот за счет этого она распространяется, как раз раковые опухоли, и все заполняет. На ЭПР просматривались, ну, нам принесли... На стандартном приборе или как это? Да, на ЭПР обычно. На какой частоте его работают? Ну, это мы делались научным руководителем. А здоровые педагоги смотрели, чтобы с родителями? Да, это, я знаю, такое замечание. Собо нету. Да-да. Хорошо было бы показать и сравнить, да. Конечно. Ну, вот как раз вопрос раковых клеток. То есть, когда, получается, раковые клетки образуются, это как раз из-за того, что нарушается процесс деления. Как раз, как говорится, детекторами, которые белки, их вот в большом количестве они выделяются, но они все равно порядка 40-50 аминокислот имеют. То есть, это, в принципе, немаленькие молекулы. Белок, это больше 50 аминокислот? Ну, белок, это может быть и 5, и 16. Нет, нет, нет. Белок только 50, это считается... Но есть белки, пожалуйста, 16. Я надеюсь, вам будет полезно то, что сейчас обратили внимание на некоторые слабые места. Понимаете, бывает так, что, вообще говоря, наука развивается, конечно, в основном на основе деятельности энтузиастов, которые что-то хотят понять, что-то исследовать. Обычно это неразрывно связано с увлеченностью, с эмоциональностью, и так далее. Но этот процесс нужно очень контролировать жестко, потому что под влиянием увлечения какой-то идеи можно получать, невольно отбрасывать, не со зла, а невольно отбрасывать результаты, которые вас не устраивают, чтобы обращать внимание на то, что на самом деле нестабильно, а вот хочется, чтобы так было. Ну, например, влияние магнитного поля, фруктуации магнитного поля Земли на здоровье человека. Вот очень много работ на эту тему. Но они все, практически, имеют один громадный недостаток, потому что они не учитывают других факторов, которые сопутствуют. Когда возникает магнитное буре, и на одну тысячную меняется поле Земли, это ничтожное воздействие на человека. Но одновременно космические лучи выручают атмосферу. И атмосфера гораздо сильнее действует на человека. И приписывают тому, что магнитное поле – это сопутствующее явление. Второй человек – это магнитное поле. А причина – это деятельность Солнца, которое по разным каналам действует на человека. И вот здесь, и с ракованными клетками, и вот с тем, что вы говорите, с разрушением магнитных, магнитным полем в молекул. Здесь очень много подводных камней, и мне хотелось бы, чтобы вы на это дело обратили внимание. И, вообще говоря, может быть, даже повлияли на своего руководителя в этом управлении, чтобы, может быть, более критично отнестись к идеям, которые вы невольно вот тут нам сейчас в такой сконцентрированной форме преподнесли. Еще вопросы есть? Я могу, если позволите, комментарий небольшой сделать. Да, давайте. Я хотел бы отметить некое акцентированное психологическое воздействие этого доклада. Нечасто такие встречаются доклады. Я поясню свою мысль. Затронуты два направления. Первое – это медицина. Одно из главнейших направлений, наиболее интересующихся сегодняшнего человечества – это раковый опухоль. Второе направление задействовано – это в нефтегазовой геологии. Вы, наверное, все слышали о сланцевой революции, о том, что сейчас происходит в США, о том, что у нас сейчас баженовские проекты. И как раз и в этой ипостаси затронуто самое ударное направление. Поэтому здесь психологический удар на слушателей просто гигантский. Безусловно, я поддерживаю всю ту критику, которая была сказана. Работа, несмотря на свой ударный характер, она, конечно, не поддержана никакими экспериментальными данными. Я обязательно их сделаю. Я думаю, что вам нужно сделать, обратите внимание, да. Вот относительно надежды, что магнитные ходы разрушат молекулы, но невозможно. 20 Тесла, вот, да, вот, триборный прибор, что можно делать в концентрированном, в небольшом относительно обломе, да. И все равно молекулы живут там, как жили, ничего с ними не происходит. Люди в томограф помещаются, там тоже сильные пара или никакого... Ну да, больше, чем Теслу тебе помещают, они все равно живы, нормальные, никто не разрушается. Понимаете, вот здесь это увлеченность всех людей. Будьте осторожны. Ну еще раз давайте поблагодарим. Спасибо. Так. Спасибо.